ну что делать-то двигаться двигаться вот у набокова тут недавно кое-кто читал набокова знаете владимир владимир есть роман приглашение на казнь вот я сел за этот стол меня пригласили а так хорошо был не говорить заниматься делом то что меня на казнь пригласили но придется говорить да роман не читайте не надо он грустный хорошо но обычно мы традиционно начинали каждый год с этих самых с букварей чего делать как делать методики как жить но я понял что это уже не нужно не нужно почему потому что прошлом году я разживал так эту тему сначала сентября если вам это требуется повторить я думаю тем кто не часто ходит или только что пришел все-таки надо прослушать вот тот цикл где методика но излагается то методик который поначалу ну дает нам возможность все таки познакомиться с той силой о которой мы говорим то веселый который выполняет всю работу вот по трансформации нашего сознания я решил сегодня меня иногда просили давайте для избранных занятия проводить вот я понимаю что вы все избранные да я все-таки хочу поговорить о серьезных вещах это последние пять томов агенты и этом продолжение как бы моей работы вот мать сделал работу которая она сделала я вот решил своих переживаний все-таки тоже немножко вот отразить то что идет дальше в развитии того над чем работала мать и вот третий том этюдов супраментальной жизни вот я сегодня с этого и начну хорошо давайте так вы все избранное понятно а то мне там на ушка шептали вот давайте соберем продвинутых альсан василич выберете вот так вот по каком принципу я буду выбирать вы же все черные ящики вы говорите одно думаете другое делаете третье и это вижу как я вас выберу выбирать ничего понятно поэтому давайте сегодня все как продвинутые поговорим на серьезную тему а ну задвинутый может вот мне один человек принес переплетенную такую штучку и альфарит это суфий 12 начало 13 века удивительный человек в переживаниях его он тут отразил в поэтической форме свои переживания безусловно духовное рождение есть и дальше он идет так же как у мейстера как-то помните мы говорили то есть этот человек суфий из исламской так сказать среды удивительный человек я вот посмотрел в черне посмотрел начало посмотрел середину и конец можно прочитать я думаю что со временем мы о нем поговорим и может что-то даже прокомментировать им на альфарит и у него есть произведение вот то произведение которое ну на самом деле отражает его духовной статусе динамику наживайся большая косыда косыд от поэма большая косыда но ты вам на всякий случай если вы в интернете найдете посмотрите хорошо ладно теперь можно уже для изданных это 68 год мать ушла в семьдесят третьем году 9 том агенты цитирую мать человеческое эго разрушена она говорит о себе и сейчас вот так открытость всему и откажется диковинным я не знаю как объяснить сознание распростет то она настолько же здесь насколько и там там и там и она приносит все центральному сознанию который действует как прожектор неизменный могущественный прожектор освещающий все одним и тем же образом без какой-либо личной реакции вот она здесь совершенно блестяще ну характеризует состояние пребывания индивидуального сознания в новом тонком вибрационном теле которая отождествилась совсем сущим то есть по сути ты как центр существуешь эго человеческого который оценивает все ну мы же привыкли как-то оценить хорошо плохо правильно неправильно нет и есть единое понимание и видение всего интегрально ну для избранных нормально да только на себя не примериваете это состояние должно открыться вам вы не должны его вымучено в себе искать понятно и так не бывает вы этого не найдете будете искать ум включится и никакого центрированного беднеса отождествленного сознания чем-то у вас не будет это приходит со временем это приходит когда действительно все ваши эгоистические импульсы витальные и ментальные ну постепенно постепенно сходит на нет и говорят а как же жить вот без эмоций без ума вы знаете как замечательно жить без эмоций потому что есть одна большая фундаментальная эмоция радости бытия как ходить называйте эмоции или не эмоции радость бытия это не эмоции это нечто глобальное вы когда-нибудь испытали радость бытия с утра до вечера нет эмоции то такие то сякие то хорошо то плохо состояние какие-то настроения заметили и вот в этой новой жизни нет ни небольшого ни малого вот нет и не бывает вот я не знаю что такое мент мир приятно допустим приготовить себе салат и равным образом ну может быть что-то мне вот подарят такое грандиозное о чем я и не мечтал у меня одинаковое будет состояние внутренне такое понимаете я не вспыхну от это вот что в салат готовить что подарок какой-нибудь громадное получить поняли ли не то есть нет мелочей вот каждая мелочь доставляет радость мелочь кажущиеся мелочь она всегда мелочь то эта жизнь у нас та жизнь а наш по крупинкам из мелочей строится да вот вы не пытайтесь сейчас вот примеривать на себя это состояние она рождается она пробуждается но проявляется это время это труд это ваше внимание эмоциональный покой потому что пока эмоциональная сфера вас бушует и фонтанирует никакой радости бытия быть не может никогда а наш потом после фонтанирования обязаны в обратную сторону эмоциональная сфера сдвинуться но чтобы компенсировать этот фонтан положительных эмоций понимаете так что особенно женщины вот это состояние эмоциональной ровности это основа духовной реализации основа метода нет никакого просто надо видеть момент когда вы выходите из состояния ровности вот и все это бдительность это внимание метода нету просто надо видеть в каждый момент времени свое состояние и больше ничего она что в реальном времени вы здесь сейчас сила работает вас и она выполняет эту работу вы не даете разгуляться эго так вот в этом состоянии вы действительно ощущает себя везде и нигде то что на что вы обращаете внимание вы этим становитесь вы очень четко ощущаете любую событию любую ситуацию любого человека а когда вы не отрисляетесь ни с чем бы нигде полный покой понимаете это состояние действительно удивительно его описать совершенно невозможно и никаких личных реакций эгоистических по сути нет потому что вы становитесь частью действительно частью неотъемлемого всеобщего сознания которое действует по выражению матери действует у нас как могущественный прожектор вот все видит и прожектор ни на что не реагирует там плохо хорошо там кого-то осудить обсудить вот прожект констатирует факт под ловить себя когда у вас все время появляется сравнительные категории хорошо плохо как же так а вот не надо как замечательно сказал поисий святогорец я никогда никого не оправдываю то есть никогда не занимает ничью позицию в споре там каких-то вот человеческих дрязгах не надо ясно и не спешите делать добро это ужасная вещь этот это эмоциональная таскать реакция сделать добро вот не спешите как только хочется сделать добро паузу ясно потому что вот те кто делает добро или стремится делать давание столько в мире этих самых наворотили всяких событий кармических узлов навязать не спешите ясно добро будем делать спасибо естественно что когда я говорю я говорю я говорит мать поскольку говорит тело но у него нет ощущения ну при полном умоление г ну при полном умоление года когда эго перестает существовать и отождествление со всем сущим когда в своих ощущениях по действительно везде и нигде местоимение я использую все реже и реже но если использовать то есть пользу только для того чтобы вас не сочли сумасшедшим когда кришна модте говорил про себя он вот я буду говорить он а только ансан василь запомнить я буду о себе говорить он ну смешно да шизофрении какая поэтому я употребляется потому что есть нечто личное то что ну по паспорту по физиономии никуда не денется но есть на телесном уровне она не перестает существовать может эмоциональные ментальное его незаметно но физиономии не спрячь поэтому пришлось говорить я понятно так же вы вот смотрите если будете говорить я то нормально но это я не есть я как проявление это на кришном океан действительно был человек который говорил и действовал исключительно из истины исключительно из истины он говорил и действовал из нового супра ментального сознания которое абсолютно был лишено эгоистичности абсолютно было лишено чувство собственной значимости что он собой что-то представляет хотя он представлял представлял собой часть неотъемлемую часть божественного если бега вот человеческой сохранившиеся отождествившись так сказать вот с богом наверное покричала я часть бога я вообще в боге я я я я вот когда ты на самом деле там куда ты должен прийти ты этого не понимаешь ты царь надо обстоятельствами царь над всеми офицами не царь иудейский как иисуса ждали царем назначить да а вот царь это удивительно в ощущениях нет ничего есть только эта великая вибрация такая мощная такая спокойный весь день и некое восприятие что жизнь в той форме как она есть сейчас кажущаяся личной существует только для действия только в целях действия для необходимости каких-то действий и не должно быть реакций должен быть только инструмент который действует действует согласно всевышнему импульсу без каких-либо реакций так вот речь идет о том что вот пребывание в новом вибрационном теле отнюдь не означает отсутствие вас живой жизни думают вот это в боге никакой живой жизни я жду с нетерпением когда расстанусь с телом ну жду все в боге тот чё тут в этом мире это делать когда ты в боге да скорее туда вот нет этого время вы только начинаете ощущать с этого момент с момента отождествление совсем сущим жизнь как живую благодатную начисто лиственные вкусов или привкуса горечи и страданий жизнь впервые это для вас открывается нечто чтобы представить даже не могли без привкуса горечи чтобы тут не происходило где-то там в разных странах в вашем доме там на работе где вы еще работаете да вот вас все время это спокойная внутренняя благодатная реакция и вы защищены ею от разного рода деструктивных внедрений со стороны она вас защищает и вот пока мы еще над бывает это состояние пока мы еще полностью не состоялись в главном то та сила которой мы открытой которая работает в нас она в периода когда ну неприятности какие-то нас окружает и мы невольно вовлекаемся в это бывает до обстоятельств нас вовлекает она начинает работать очень интенсивно и вы чувствуете давление чувствуете какие-то болевые реакции то есть она вас прикрывает тошнота может быть понимаете то есть прикрывает усиленной работой в это думаете что что-то там не так вас вас именно вас это просто сила с которой вы сроднились который постоянно уже выполняет свою работу она вас прикрывает мощно прикрывает до того момента до тех пор пока вы действительно не оказываетесь состоянии вообще не реагировать на внешние обстоятельства то есть получил совершенно спит новую организацию сознания понятно то есть вот эти исходы энергии это не какие-то там происки враждебных сил кто-то вас там пытается сглазить я не знаю раздавить эта сила вас защищает от внешних реакций деструктивных это проверено я проходил это и вы наверно проходите тоже добывает период ну давит прямо что обстановка накаляется как обычно это хорошо и сила вас прикрывает от этой внешней остановки понятно чтобы не ныли по поводу того что тяжело там что-то гудит голова пульсирует бывает ничего страшного и действительно вот если вы остаетесь в этом мире то вы должны как-то действует но действует не эго а действуете вы в новом качестве в новом состоянии сознания не эго действует ага она хочет она выбор какой-то делать не все время дилеммы как поступить новом сознании вы поступаете спонтанно ваш поступок определяется ну не вы не можете это объяснить логики нет эмоций нет чтобы объяснить почему вы это выбрали вот это это вот так вот только так и вот эта цепочка жизненных каких-то событий она как раз вроде бы из ничего рождается но она неизбежно неизбежно несет в себе так сказать ну то что вам бы хотелось чтобы было так знаете вот интересное состояние вы готовы ко всему помните мы с говорили что не ждите худшего но будьте готовы в любой момент принять худшие не ждите и вот ваша готовность и открытость принять самые худшие в любой момент то есть доверие божественной силы чем вам преподнесет и есть абсолютной защищенности надежность мы все время хотим вот как бы лучше было вот чтобы нам найти вот что-то выгадать а вы откройтесь этой силе гайд ну на все воля ваша воля и вы действительно становитесь совершенным исполнительным инструментом божественной воли сами того не подозревая совершенно исполнительные страми это вообще чудо и полная свобода возможно только когда эгоистической воли перестает существовать потому что в поле эгоистической воли кай может быть свобода у вас есть кажущая свобода выбора но надо как-то выбирать проблема создается до напряженность возникает выбор то большой да где же свободы то нету свободы свободы от когда вы легко живете как дышите выбора не то поступок абсолютно правильное слово правильное сказано вообще жизнь протекает таскать по сценарию свыше а так вы думаете что у вас есть какая-то свобода свобода да есть из менее худшего более худшее выбрать там или наоборот как хотите она есть тоже много вариантов а истинное только одно может быть наверное вот то что свыше понимаете а у мам вариантов масса у эмоций вариантов миллион и вы думаете что вы свободно в выборе вы в тюрьме свободы то нету так что свобода только возможно истинная только в рамках божественной воли только свобода потому что вам легко вас все время все правильно вот она свобода свобода она в легкости что в жизнь как дышишь как легкое дыхание вот есть убойный рассказ легкое дыхание прочитайте но там по-другому вот легкое дыхание вот легкое дыхание она должна в жизни быть в обычный ладно есть текучесть есть широта некая тотальность цитирую мать и особенно ощущение и это все сильнее что это тело должно становиться все более пластичным то есть пластичным текущим чтобы без сопротивления искажения выражать видение настоящее видение истинное состояние нового сознания вот на сказать что пластичность или текучесть нового супра ментального сознания из вибрации которого и соткана это новая структура тонкой супра ментальная тир она очевидна при вашем взаимодействии с окружающим мира новое сознание обладать истинным видением любой ситуации факторной ситуации жизненной ситуации не знаю где вы там чем-то занимаетесь абсолютно ясное видение то есть она мгновенно то есть вот сознание в силу пластичности четко оценивает любую ситуацию это умом надо оценить там какие-то делать выводы здесь она сама пластично оценивать знаете вот переход вы к этому отношению не имеете это не ваша проблема не проблема ума когда он молчит пластичность сознание совершенно феноменальная вот физическое тело при этом используется этим сознанием новым сознанием для взаимодействия с окружающим миром еще раз подчеркивать только в качестве совершенного исполнительного инструмента который спонтанно выполняет вот то что нужно выполнить это что действительно в данной ситуации фактами необходимо с выбор без выбора действительно чудо этот многоуровневый именно многоуровневый психический процесс который скоб-ди Currently этой всевышней воли мы назвали вот в своей классификацией видов психической деятельности помните рел moi концепция которая вам говорил да это ну как в наше изобретение небольшое вот ты мы назвали этот процесс реализации сверхсознательная психической деятельность сверхсознательной спонтанности это и есть основа супре ментальной жизни есть нас подсознательная спонтанность но на основании какого-то животного опыта жизненного потом и спонтанно выдаем ну каких ситуациях мы побывали ну на основании прошлого опыта да что-то но прошлый опыт он не может быть всемогущим да есть ситуации которым мы никогда не бывали а вот сверхсознательной психическая деятельность и любая ситуация контролируется любая ситуация ну разрешается именно свыше не снизу не из опыта подсознательного сверху ясно то есть интуиции сверху интуиции снизу это совершенно разные вещи усилием об интуиции интуиция интуиции снизу это вот то что женщинам сильно свойственно да они говорят у меня интуиция к интуиции забудьте от слов интуиция должна быть одна сверхсознательной интуиции вот который идет оттуда но не оттуда не через копчик с от прям вида эволюционировали от минералов к растениям и животным а затем к человеку все указывает на то что прогресс эволюции это не прогресс форма прогресс сознания форм это только основание которой все лучше и лучше приспосабливается к прогрессу сознания мы достигли стадии человека но у нас нет причин предполагать что это окончательная и самая высокая стадия иначе не было бы эволюции так вот природная бессознательные лист 1 эволюции есть не что иное и что иной как принудительное замещение на клеточном уровне вибрации старого исчерпавшего себя плана сознания на вибрации нового более прогрессивного плана сознания то есть принудительное замещение появляется форма которая сну телесная которая способна уже быть инструментом этого нового сознания следующей стадии когда мы говорим об эволюции дарвиновской а животные эволюции это эволюция формы которая которая способна проявить новое сознание то что в духовной эволюции участвует понятно то есть инструмент духовной эволюции для проявления духовной эволюции это тело понятно то что мы достигли некого инструмента уровня инструмента до ментального или интеллектуального но увы это тот предел который вот в нашей человеческой форме наших условиях он ну в общем то завел нас сильно в тупик вы заметили то есть творение это не слишком совершенно сегодня хомо сапиенство значит грядет нечто принципиально иное значит должны быть какие-то и новые формы появится который вместе от себя вибрации нового сознания то сегодня мы действительно способны в старом теле как бы выносить новую структуру когда новое сознание способна проявлять себя ну в той или иной степени уже старой структуре но соответственно влияние на старую структуру со временем но должно каким-то образом проявить какую-то новую форму но квантовый скачок эволюции о котором мы говорим о должны форму изменить понимаете но пока мы этой довольствуемся смертной формы радуемся да или не очень но пока радуемся да надо всегда радоваться ученые говорят о том что белковая жизнь себя не исчерпала вот умные какие ученые да тут они догадливые я это понял когда поглядел вот на то что остается от человека когда белковая форма начинает разлагаться я понял что она себя регулярно исчерпывает с возрастом ну да я понимаю ты хочешь умное сказать а я говорю все абсолютно простую вещь до этого не надо быть ученым вопрос посмотрите во что потом превращается человек а я вот не хочу превращаться в то во что он всегда превращается вот и все вы тоже не хотите а а чего так нет ваша революционности вообще учусь и избранные тут где революция это вас внутренние но мы вот так вот ну на бог косметику какой-то тут не надо с косметикой все да надо покончить духовная косметика такого не бывает тоже давайте как следует эволюционировать да то есть будьте готовы на все будьте готовы принять конечный исход вот в этой жизни и тогда будете жить вечно мы все сопротивляемся нам все хочется вот еще проскрипеть вот так вот да хочется ловите себя на вот тебе уже не хочется так вижу да ты на поэтому на второй ряд села сидела все время здесь но ты откуда ты штаб все дела потом вдруг появилась но понятно но хорошо так что не надо путать эволюцию многочисленных представителей животного царства это дарвиновской эволюции и духовная эволюция духовная эволюция это то что проявляет новое сознание сознание не форму форма это инструмент которым новое сознание использует и все так что у нас пока есть некая приемлемая форма для того чтобы новое сознание в старой форме проявилась на вибрационном уровне чтобы старая структура родила принципиально новое сознание что ли чтобы она функционировала пока под прикрытием старой формы переходный процесс у нас сегодня то есть человек существо переходное и новый вид зарождается на вибрационном уровне если говорить о тех видах которые мы но с вами проходили от растения мелких там всяких бактерий и дальше до птицы млекопитающие не знаю гады всякие ползучие летающие то есть процесс новой жизни он зарождается внутриутробно в коконе старого физического тела вот там вибрационное зарождение происходит небольшие переходные формы наш переходный фон как правило не сохраняются вот где-то в недрах переходных форм рождается не что внутриутробно там мы говорим о дарвиновской эволюции вдруг появляется представить нового вида своими особенностями понятно немножко и мы сегодня накопили не что вот новая вибрационная структура она у нас есть внутриутробно наши не надо в утробе здесь уже разложение не половым путем наверно идет имеется ввиду духовные какие-то процессы понятно и вот где-то накапливается что-то вибрационно проявляется как она оформится в какую видимую форму ну посмотрим даже в этом физическом мире к счастью мы закрыты или прикрыты старой формой для того чтобы новая жизнь не погубили сегодня любопытные ученые которых ты говоришь вот про белковая жизнь конечно откопаться и смотреть вот там что-то у вас если вы вдруг изменитесь и не белковая жизнь ваш начнет проявляться ясно слава богу пусть белковые ради бога сад прям мы просто достигли той решающей стадии эволюции когда можем сознательно вмешиваться чтобы ускорить естественный процесс на который иначе потребовалось бы несколько миллионов напрасных лет напрасных лет интегральной йогой все духовные дисциплины в конечном счете является ничем иным как методом сознательного ускорения эволюции я сказал духовной эволюции в ее истинном смысле и просто эволюции дарвиновская духовная эволюция если мы встаем на путь сознательной духовной эволюции то мы сотрудничаем с божественной силы мы ускоряем процесс процесс явления появления индивидов которые действительно но не в массовом порядке будем говорить штучно способны явить или проявить новый вид мы то ждем массовости давайте подождем все вот соберемся вместе а вы посмотрите в мир творится мир все более становится идиотичным и вы хотите чтобы масса идиотов вот тех которые нам показывают торы кричат там футбольных идиотов не знаю экономических идиотов толпы чтобы они вот созрели для духовной эволюции не будьте детьми занимаетесь делом которое вам изнутри ваша душа подсказывает и не смотрите что там творится вокруг и вот когда я встал на этот путь на путь сознательной эволюции я поначалу думал вообще я один один но слава богу буду один одному так хорошо потом дальше потихонечку смотрю что вроде бы еще кто-то появляется ну так не сильно но тоже проявляет некий будем быть не патологически а действительно ну на правильный интерес к тому что надо делать найти а тоже можно хорошие вещи в патологию превратить секторство в какое-то вырождение в полное я понимаю что есть . возможность ну поделиться опытом каким-то не насиловать никого не говорить о как это замечательно пойдемте мы все сейчас за руки возьмемся и пойдем ну в какой там царство 39 30 нет это путь сложное достаточно в чем-то драматичный для нашего его на сказать да для любое изменение в жизни она драматично я кажа новой живет в драме всегда поэтому потихоньку потихоньку надо исчерпать себя в этой драматизации жизни и все-таки выйти на верную дорогу то есть поначалу не все сразу складывается вы заметили наверно когда начинали мужья вас атакует и жены на работе там и что-то у вас там не так какие-то проблемы вот и ведут да потому что структура это меняется что-то ломается из привычного и предсказуемого становится чем-то иным не сразу но процесс то идет да вот так чтобы правильно разрешить эту ситуацию силой что сегодня находится действительно в кризисе это эволюционный кризис духовный кризис кризисное состояние что правильно разрешить эту ситуацию ускорить эволюционный процесс придав ему новый побудительный импульс ментальный человек должен эволюционировать сознательно без ума человек не может эволюционировать сознательно если у него ума мало и он бестолковые одни эмоции он может башку расшибить да вот ну заставь дурака богу молиться все-таки творческий процесс возможен только при определенном уровне развития ментальности все-таки нельзя миновать вот ту стадию мы все с вами ментально ангажированные умные да правильно с одними эмоциями вот застав эмоционального человек много эмоциональных людей ну без ума без ума им вот хочется побыстрее черт такого чтобы сразу вкусно было без толку понятно наверно да поэтому не торопите события вот наша ментальная машина она должна в конечном счете дать правильный импульс к работе да и остановиться и наблюдать за происходящим но импульс она дает дисциплинирует методологически как-то выстраивает работу да понятно наверно без ментальности дисциплину трудно установить изменить поведение ну повседневные понятная то есть эго надо использовать в благих целях потом она должна отпасть ментальная а потом она отпадает выполнила работа помогло всего а главное задержать главная задача понять что сам себе эволюционный процесс это не нечто вот такое что не поддается никакому описанию анализу это естественный процесс открытия вибрациям нового сознания той самой силы о которой мы говорим новое сознание она открывается новой силой той силы с которой мы не знакомы мы с ней не знакомы но она пытается нас в принудительном порядке все-таки поставить до на эволюционный путь она начинает нас разрушать она выполняет деструктивную работу мы болеем у нас все не так у нас все плохо вот это работа этой сил если мы начнем соображать и понимать что вот все что с нами происходит нежелательно в это наш упорный отказ сознательно эволюционировать тогда ум занимает правильную позицию на этой исходя из этой правильной позиции мы постепенно постепенно но начинаем заниматься тем чем мы должны заниматься тем ради чего мы сюда пришли то вся человеческая жизнь она совершенно бессмысленна если ты не понимаешь для чего ты пришел сюда все эти крошечные смыслы которыми люди себя кормят тешатся такими детскими игрушками все для чего они живут но они в конечном счете для нормального человека который имеет духовные таланты они перестают его удовлетворять если он не понимает для чего он пришел на эту землю ему хочется отсюда уйти ну уйти вот исчезнуть раствориться бессмыслица да я понимаю что часть суицидальных попыток вот у людей это как раз людей которые имеют достаточно зрелые духовное существо но не видят выхода они не понимают не имея правильного духовного просвещения для чего они вообще живут ты задумались правильно то есть вы со мной в этом согласно но хорошо хоть в этом согласились а это главное до сих пор прогресс сознания использовал прогресс видов то есть телесную структуру то есть сексуальное воспроизводство было ключом к умножению видов для достижения наиболее пригодной формы для проявления сознания так вот следует сказать что вот то самое воспроизводство сексуальное которое обеспечивает эволюционный прогресс животных видов подвело наконец итог без сознательной стадной эволюции пришел конец то есть можно умножать людей тоннами то какого если они будут одинаковым состоянии сознания вот давай давай воспроизводи что дальше то есть вот этот новый импульс сознательной духовной эволюции он должен сейчас заработать то есть сексуальное воспроизводство каких там сказать новых всяких разных но с новым сознанием людей но бесполезно новое сознание путем сексуального воспроизводства не появится как не старайся поняли или нет вот очень интересный момент сегодня этот критический эволюционный момент поэтому надо правильно все для себя оценить и действительно заниматься делом что же в эволюционном плане способен сделать человек в отличие от животного так вот обладая интеллектом как высшей формой ментальной деятельности человек способен выделить себя из окружающего мира как нечто особенное животное себя не выделяет из окружающего мира они над смыслом существования задумываются да но если задумать что не в той форме и не в той степени как человек наверное да они все таки достаточно спокойно живут когда сыты и у них ну все в порядке в тепле даже если где-то они там в неблагоприятно просто они покушали согрелись и у них все в порядке нас это мало удовлетворяет мы можем и покушать и согреться но если имеем достаточно зрелую душу то вот эта жизнь теплая и сытая она не удовлетворит ну не удовлетворяет и все есть такое вот все у тебя есть ну чего еще не хватает есть все что-то внутри говорит нет 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 все не то все не то так вот только человек способен задать самому себе главные вопросы главные вопросы это кто я и зачем я пришел на эту землю но еще один вопрос почему я болею страдаю умираю но почему простудился дам или там чё-то не съел не так понервничал но люди вот этой ерундой себя тешит что они будут меньше нервничать меньше простужаться больше там есть витаминов или чё какой-нибудь ерунды понятно и вот сейчас кругом бомбят вот этими все проблемы решаются по телевидению там всерьез это самом главном передача это вот по здоровью там к это женщина все время говорит глупости приглашает этих самых врачей с засученными рукавами там а тяга на операционный стол вас я все вас грыжа в позвоночнике там али еще отсюда да и еще где не крыша только самом главном надо сказать задуматься что вообще самое главное это в жизни человеческой и никто вам об этом не скажешь никакая церковь не скажет никакой психолог никакой организации кругом вот это самое как это называется тут косметика чтобы адаптировать вас вот к этой ненормальной жизни чтобы адаптировались и вам было в более-менее нормально дожить свое и помереть революционности нету до импульса революционного нет в глазах он должен быть вот я пытаюсь не знаю говорить об этом но как получится я уже вижу некоторых революционеров тут действие конечно бывает и когда ты этот вопрос задаешь себе кто и зачем я пришел на эту землю почему я страдаю болею умираю это действительно служит отправной точкой для духовных поисков направлении естественно чего обретение бессмертия и бессмертия физического тела чтобы за сознание в общем-то с вами цепляемся во сне мы абсолютно нормально без тела обходимся обходимся до тела само по себе там лежит спит там сопит не знаю еще что делать вот мы-то как-то живем да то есть мы боимся потерять непрерывность состояние сознание ощущение собственного я тело то но как бы днем тогда кажется что вот она и есть носитель главного на самом деле это ну некая переходная форма которая должна или в которой должно проявиться главное сегодня поэтому тут понимание то что человек переходное существо и несет в себе не только зародыша силу новой жизни вот это очень важно но само по себе воспроизводство человеческих существ ну половым путем помимо всего прочего обеспечивал и обеспечивает скрытый процесс кристаллизации роста душ отдельных индивидов которые во многих реинкарнациях проживают опытным путем свою жизнь то есть эволюционный процесс он действительно для души в разных формах в разных реинкарнациях это то что способствует ее росту накопления эволюционного духовного опыта вот и все это необходимо на на данный момент но сама все сексуальное воспроизводство если она просто без импульса духовных поисков она ни к чему не приведет это будет полная деградация человечества а инструменты или способы деградации оболваниваем сейчас идеологические всякие медицинские ради бога вас всех нивелирует поставит строим в один ряд скажут туда идите и пойдете сат прям рычаг эволюции больше не в умножении видов посредством сексуального воспроизводства в возможностях самого сознания до человек сознание было еще слишком погружено в свою материальную базу с появлением человека она достаточно высвободилась чтобы принять на себя подлинное господство над материальной природой и самому произвести надлежащие изменения с точки зрения эволюционной биологии это означает конец сексуальности конец эволюции посредством форма воспроизводства индивидов по сути все это эволюция исчерпала дарминской биологии как механизм эволюционного процесса прогресса или процесса через посредства в воспроизводства форп сегодня свою роль выполнил индустрии эволюции выше он ментальный человек с его новыми потенциальными возможностями части ускорения эволюционного процесса то есть путь сознательный духовная эволюция то сознательный ускорение эволюционного процесса то есть до рунской эволюции свое выполнила душа тоже в какой-то мере в новой форме структурной человеческой достигла но какого-то уровня развития дальше нам надо лично поучаствовать спасение утопающих мы что не вообще-то и без нашего личного участия непосредственно ничего не будет ничего не ждите не бог не царь и не герой вам не поможет никто так что нам надо с вами осознанно забеременеть в духе то есть от духа понятно то есть непорочное зачатие теперь уже потому что истинная сущность пробуждается именно таким путем открывается молчание ума в покое эмоциональным то силы которые ну рождают нас новую жизнь новую сущность это в момент духовного рождения выходит на первый план но она может быть скушена нашим эго и следа после духовного рождения постарается восстановить свое господство нашем существе то что духовное рождение или просветление как на востоке считается отнюдь не гарантия духовной реализации отнюдь это мы знаем есть примеры не об этом говорю постоянно сатры невозможно разумно обосновать духовную дисциплину ускорение эволюции на принципе который становится тормозом этой эволюции я не имею ничего против сексуальных отношений но попытка прикрыть их йогической или мистической паразиологии является лживая иллюзия или самообмана так вот старая восточная концепция что духовное становление возможно только при полном отсутствии сексуальных контактов она не вполне состоятельно но там максимализм свой то есть если уже эволюции новые то воспроизводство видов уже не нужно мы в крайность духовную бросаемся это идиотизм честно говоря вот это вот тот самый максимализм от непонимания вообще самой структура сознания нового что сознание способны играть на всех инструментах в полном объеме я имею ввиду витальные ментальные физическое она включает себя новое сознание это включает себя не путем от чего-то отрезание вот взяли отрезали вы выбросили не путем отсечения путем расширения идем понимание в совершенно сказать другая вещь вот что недопустимо недопустимо болезненная пряжи привязанность к сексу да и полная зависимость от него и вот и все если ты не привязаны нет зависимости ты можешь все что угодно в этом плане ради бога то есть для молодых людей это не должны понимать потому что некоторым было этот людей от путь вы духовной реализации в эту и я чё в монахи пойду ну иди в монахи попробуй там он серафим саровский или этот самый помните как его тот который себя и ноги пилил и рубился записка себя в землю закапывал кто-то там вот чтобы в лечение не было там десятилетиями боролись с половым и пульсом чем ты борешься как это крепче становится то чем борьба то идет понятно то есть это вообще просто обсуд полный поэтому хотелось бы чтобы вот этот момент был правильно понят единственное о чем необходимо помни что духовная работа с использованием сексуального компонента как есть некие тантрические практики там и егические всякие сексуальные что она вроде бы и есть духовная работа но это вот ну то глупость вот на котором надо просто понять нормальным человеку это не духовная работа ясно а так вот скажи молодым людям вот у нас тут есть хорошие тантрическая йога вот будете путем взаимоотношения полов духовно это сама обогащаться но это конечно чушь ясно какой только этим и будет заниматься вот так что здесь надо правильно понимать вот в этой области что есть что вот и все все должно быть просто правильно понят так что вы так витальные мотыльки могут на это попадаться они как раз на этом и попадаются тут понятно куда это все потом поведет сознание постоянно вне инструмента как нечто такое очень широкая очень широкая очень гибко это мать и так постоянно день и ночь и все же это сознание этого тела сознание инструмента но она стала чем-то очень широким очень сильно и вот так словно на расстоянии от тела и она воздействует на тело все время заставляя его двигаться и тело кажется не таким ограниченным формой она чувствует на определенном расстоянии касается на расстоянии забавно что-то происходит а я не знаю что так вот это смешанное чувство посещает мать пребывающая в новом тонком вибрационном теле в состоянии энергетической прозрачности с одной стороны она ощущает свое индивидуальное сознание она ощущает его неизмеримо расширенным в пространстве свое индивидуальное да вот и что она с физическим телом не связано где-то существует в ней его но в то же время непосредственное управление этим инструментом или телом осуществляется из этого нового сознания но никак не телесными импульсами вот это странное состояние что тело становится послушным инструментом сознания которые везде и всюду а ты вот в телесной форме подчиняешься вот этому глобальному сознанию глобальному сознанию не тому которая раньше импульс на нами руководила и в связи с этим она пытается отождествить новую абсолютно проницаем у энергетическую структуру в которой она теперь прибывает с физическим телом безмерно расширенного пространстве что далеко не соответствует реальности не тело физическое пространстве расширенность она в новой структуре физическое тело не расширяется в пространстве она остается прежним он куда не девается в нем идет сила на работа этот сил какие там клеточные процессы обменные процессы она вызывает но это уже не наша забота то есть мы уже есть нечто что к этому телу имеет ну а посредное отношение как инструментарий для проявления нового сознания на физическом плане и наша забота о физическом теле она перестает быть заботой потому что полностью забот на себя берет божественной силы она отмерит тот срок который там нужно ему здесь быть да все сделает так что можете ей поручить все это делал рано еще не не хотите еще поручить ну хорошо вместо сознания внутри тела есть тело внутри сознания вот она замечает на это место сознания внутри тела есть тело внутри сознания и все же это еще телесное сознание тело купается в божественном сознании это как плавать в воде такое впечатление божественное создание везде очень сильно очень сильная вот такое мощное тело стовно купается в нем вот здесь она уже блестяще говорит о новом состоянии она ближе совсем вот рядом и близко к тому что на самом деле то есть суммарное ощущение характеризующие это весьма необычное состояние это действительно как нечто волшебное благодатное купание но твоего сознания или физического тела в этом океане в океане всеобщего сознания и ваше физическое тело с его телесном сознании она как бы укрыта вот этим общем сознанием она не из него сознание происходит она находится укрытым в этом новом сознании то есть она укуку то на укутан и поэтому она под защитой но соответственно будучи материальным она не может быть вечным но но как инструмент нового сознания но защищена надежно и настолько насколько требуется действительно удивительная вещь и весь комплекс на сказать оздоровительных процедур есть комплекс оздоровительных процедур проводимых на тончайшем вибрационном уровне тело проходит на месте в любое время все оздоровительные процедуры в поле вибрации нового сознания не в поликлинике не в фитнес-клубе там а вот в поле этого сознания в котором находится твоя физическая тема ясно нет все оздоровительные просил все абсолютно бесплатно качественно не понял никаких операций не надо с банковские только если нам карточку театра только банковские операции но лучше наличными надежнее так что тело проходит на месте все оздоровительные процедуры для этого ни в какой санаторий возить его не надо тело но если вам предложат съесть санаторий то процедурами не занимайся как у меня все в порядке я просто поживут коечку дайте мне я с видом на море там и все понятно процедурам ни в коем случае не поддавайте же дам грубые такие вибрации так как отбойным молотком будут или кто-нибудь лапами будет этими хватать мы пальцами дайте возможность тонкой энергии все аккуратненько так про вибрировать что не верится что вот верю ведь верующий какие все диву даешься как легко вы верите ну ладно я вас не обманываю честно поэтому на самом деле так если учета болит то болит с пользой просто так ничего не болит наш там есть какая проблема и сила центрируется туда если она не сможет какими-то своими силами но какой там заскорозлую проблему решить то наверно надо все-таки обратиться к эскулапу я уже говорил может он что-то дельное посоветует но не спешить не торопитесь если резать сразу вот там ножи тащить начнут вот подождите ясно а то сразу на стол и это ходить и ходить эта вещь такая это современная жизнь надо сказать что когда находят могильниках людей которые жили давным-давно там кау карис нет вообще это вибрация деструктивная сегодня когда говорят сегодня каких-то эпидемиях эпидемии не от вируса происходит вирусы рождаются от деструктивных вибраций то есть вирусы порождаются вибрациями деструктивными то есть в основе вибрации лежит а потом материализуется нечто что не поддается никаким там этим сам анализом не наоборот как бы он появляется из ничего это вибрация материализуется деструктивные вот и все вот вам и корейший чуть чего хотите ну жизнь такая сегодня видите она тело проявляет свое лучшее чтобы быть проницаемом прозрачным для этого нового сознания в его действии не препятствуйте не искажать новое сознание когда я остаюсь очень спокойный без движения ничто не движется внутри не что не движется снаружи фундамента фундамент покоя это словно растяжение увеличение объема расширения и тогда это приносит через клетки необычайную мощь новой вибрации вот опять она говорит о пребывании в новом тонком вибрационном теле в состоянии абсолютной энергетической прозрачности то есть это состояние сопровождается ощущением действительно тихой но в то же время огромной по сути вот вибрационной мощи знаете мы думаем что мощь это все там трясется а это вот ощущение очень тонкая что вот это тонкая очень тонкая но такое мощное то есть такое надежное такое ну абсолютно абсолютно неуязвимое вот не не способны каким-то образом вам повредить вот в смысле деструкции но очень мощная мощная не разрушает она против как бы благоволит вам но когда мы закрыты для этой силы когда мы имеем духовный талант и достаточно сильный магнит селси то тогда это самая вибрация на действительно действует как отбойный молоток она дробит наш клетки она вообще вызывает патологический процесс понятно то есть она и могильщик наши наш спаситель если помните в евангелии от фомы есть удивительные слова иисуса он говорит если вы откроете это все бед спать то что вы откроете себе спасет вас то что вы не откроете в себе умет вид вас одна и та же сила вот наша задача в работе на пути сознательной эволюции открыться этой силе сознательной дате и возможность выполнять свою главную работу несколько раз у меня было такое переживание с людьми когда они приходят я всегда стремлюсь устроить им душ господа как я это называю но кое-кто из них отвечает и притягивает и тогда в такой момент все клетки словно раздувались что-то становилось очень большим вот таким громадным еще такая вибрация почти безмерная так вот то что мать называет устроить душ господа для приходящих ней люди это мгновенное становление абсолютной ровности сознание вот приходит человек она сразу таскачу в ровности в абсолютной присутствует да то есть никаких реакций вот и она расширяется как в пространстве ну новая структура полностью ощущается расширенной в поле вот этих вибраций подать человек просто в поле этих вибраций когда она в покое да и в поле этих вибраций гости попадают правда их реакция не всегда была одинаковая вот мать говорит кто-то начинал вибрировать в унисон с потоком ну кому-то было благодатно да а кто-то съезживался и болезнь отторгал это вибрации то есть деструктивное воспринимал как не деструктивных одно и то же вибрации кто-то принимала для кого-то она была болезненной и когда как я вижу это приходит некоторые люди растворяются на таких очень мало а другие ужасаются они встают и убегают а у некоторых возникает то что называется благоговейный страх или страх божий они просто поражены как вот три типа реакций кто-то растворяется кто-то съезживается и убегает а кто-то поражен вот состояние какой-то не необычности она и неблагодатная а удивление некое на удивление не в уме а удивление на каком-то ином уровне эти вот она будет три вида реакции людей которые ко мне приходит когда им устраивают этот душ господа когда просто в покое сидит без ума вот они приходят и они по-разному реагируют на попадание в поле этих вибраций тоже структур то расширена на как раз то и выбирает в себя сознание этих людей и вот как они реагируют рогет совершенно по-разному мало говорят те кто растворяется ну так оно и должно быть мы с вами знаем о малом стаде все время идет речь да иисус пройти говорил постоянно говорила малом стать не всех прошу таскать позаботиться это отца небесного тех вот кто твои кто мои вот это малое стадо то есть люди которые действительно выбрали для себя путь сознательной духовной реализации они просто так вот полюбопытствовать приходит или там здоровье поправить или там еще с какой-то целью понятное и крайне эгоистичное сознание они не способны выносить эти вибрации те вибрации которые стремятся подавить их и высветлить их внутренний брак то есть люди которых внутренний брак они в поле этих сознаний действительно испытывает трепет трепет им страшно становится а вот тот благоговейный страх или вот страх божий которым говорит мать испытывали как раз те тоже немногие люди в ком пробудился духовный талант но люди еще не нашли способ его реализации то есть они поражены вот этой новой атмосферы но они не купаются в ней поскольку у них нет тех на работ которые позволили бы им чувствовать себя комфортно просто имеют духовный талант но реализации нет то есть это люди потенциально готовы и духовные реализации так что одни богом отмечены растворялись блаженстве а другие с превалированием демонического начали которые вложены в их кармическую программу громко кричали и ежились убегали то есть люди с демоническим сознанием у него и вот так реагирует сейчас много демонизированных сознаний очень много и это видно чем необратимо демонизированное сознание каждое новое воплощение по сути вот этот процент демонизированных увеличивается в это так то есть закон эволюции я так понимаю эволюции же не может быть всеобщей и такой вот на эти ясно она не может быть то есть отдельные индивиды начинают проявлять себя в эволюционном плане более открыто более сознательно и это действительно так поэтому тащить за собой своих родственников детей там тёщ жены не надо посмотрите по уровню сознания люди разные поблагодарить их и все но не тащите никуда то на удавки приведете куда-нибудь найти вот как баранов а куда ведете зачем вам хочется вот тут очень хочется мне никогда не хотелось не хотелось в пусть живут как хотят я их люблю такими какими они есть так что всех осчастливить не получится но это со временем только понимаешь не сразу достаточно прекратить деятельность на две-три секунды на две-три минуты самое большое как тело чувствует себя плавающим видно необъятность лома вибрирующий светлый мощный океан сознания и находится там сколько угодно долго до тех пор пока вновь вы не начнете активную деятельность ну она говорит о состоянии покоя в новой структуре пребывая в состоянии покоя действительно все замечательно то есть ощущается вся эта новая структура как нечто что распространяется всюду это состояние действительно благодарны перед засыпанием хорошо если мысли какие-то появляются лучше их оставить остановить на вот эту мелочевку и действительно испытать это состояние но близости что ли к богу это и есть молитвенное состояние если вы словами будет о боге там в этом состоянии зачем вот это само состояние есть пребывание в божественном состоянии покоя и вот ощущение вот этой текучести что ли такой естественно это и есть молитва ваш вот она молит тут нет слов есть молчание ума молчанию мать наивысшая молитва другого нет если что-то где-то расстраивается говорить мать по той или иной причине боль здесь что-то расстроилась там и прочее то с тем имеется ввиду с этой силой почти мгновенно почти мгновенно это расстройство исчезает а если я терпеливо остаюсь в этом состоянии тогда исчезает даже память об этом и так мало-помалу расстройство ставшие привычным исчезает здесь очень важное наблюдение матери касаемо возникновения разного рода расстройств в организме и полной нейтрализации их вибрация мета силы новой супраментальной силы и что интересно подсознательная память об этих начинающихся расстройствах не сохраняется то есть все подсознательные структуры физического тела остаются свободными от пораженческих настроений если раньше мы запоминали когда нам плохо это подсознание записывалось то сегодня если какие-то неприятные моменты они в подсознании не пишутся то есть тело свободно от пораженческих настроений вот это очень важный момент даже если есть болевые ощущения не всегда на уровне скелета обязательно будут потому что силы это пытается пластику придать скелету все вот эти вот ригидные свойства каким-то образом трансформировать но это подсознание не отражается то есть это у вас здесь не фиксируясь как болезни либо что-то что требует вмешательства какого но болит и болит но и что все страшно с нет фиксации в подсознании нет сигнала ой это самая опасность там и еще что-то физическое пораженческое подсознание уже не включается ваше новое состояние поэтому некий пофигизм в отношению к телу возникает простите вот вульгарное выражение просто нет фиксации не требует вмешательства там какого-то или тревоги а в обычной жизни даже те же самые болевые ощущения когда болезни не то есть болевые ощущения результате работы этой силы вы сразу у вас проблема даже вы испытать все отогнать чем больше отгоняет тем она более зреет эта проблема так или не так но наверно так как на опытным путем познается обычно значит надо пройти и посмотреть и потом в новом состоянии уже оценить что было да и что сейчас да становится понятно раньше любая малейшая мысль или один единственный симптом чик из арсенала прежних расстройств могли спровоцировать проявление самого расстройства вспомнил подкрепилась вытягивается это формация из-под сознания материализуется там уже все заряжено на расстройстве уже заряд есть все зарядили вот и все а тут уже не заряжается ничего так и помрете без мучений но имеется ввиду тело без проблем улыбаетесь уже это хороший симптом придет время придет не придет начать не придет а когда придет какая разница как только произошло слияние возвращается то что можно назвать смыслом существования индивидуализация без ограничений эго чудо вот в чем сохранить форму полностью утратив эго и вот здесь мать говорит о конечном результате сознательной духовной эволюции в наших с вами условиях здесь в земных о своем полном слиянии с божественным сознанием о пребывании в ее нового тела супраментального ли то что она теперь называет или считает собой в океане всю вибрации высшего сознания оказывается что сохранение индивидуализации сознания ощущение индивидуального сознания возможно без ограничений которые окладывают на вас эго ты сохраняющий индивидуализации вот когда говорят о растворился в божественном особенно молодой шага где же я вот божественном а что будет вот я растворюсь божественно где же я то есть уходит эгоистическая индивидуальность а остается божественная индивидуальность не путайте эгоистическую индивидуальность и божественную божественную индивидуальность живот по всей полноте наш она отождествляется со всем сущим а эгоистически индивидуальность она скукоженная она со всех сторон прессована она везде-везде так сказать и гонима и давима со всех сторон а тот вот абсолютная свобода то есть исчезает эгоистическая индивидуальность а проявляется божественная индивидуальность проявляется понятно индивидуальность не пропадает то качество ее другое поэтому не бойтесь потерять эгоистическую индивидуальность я просто необходим потерять чтобы появилась божественное вот и все не потерять а чтобы она перестала существовать чтобы не в тюрьме вы сидели действительно вот всюду боюсь потерять вот камеру свою тюремную боить но привыкли я так понимаю да куда деваться решетка все зарешено вот но вроде бы знакомо все нет надо открываться все таки открываться без этого не получится ведь до сих пор во всех восточных а в особенности в западных теориях мыслил и что без эго не может быть индивидуализации просто обязана быть и коли исчезает эго то растворяется и личность когда в нирване там вот это восточной теории туда вот ты улетел там вообще ничего нет растворяется личность но это не нирвана это дождествление со всеобщим так что когда говорят о растворении личности растворения где-то в безличном пространстве там нет этого сознания там просто ничего нет то есть это некий но дефект что ли уродство духовной реализации но псевдо духовной вот и все уродство ясно но дефективная реализация а мы говорим о полном отождествление со всеобщим то никуда не исчезаешь ты есть ты даже размножаться можешь если требуется ну физически имеет никакого значения вот это новое состояние к каким-то так сказать вот чисто земным проявлением это паскачет на новое сознание которое выбирает все все то всю полноту жизни хотелось бы тогда теоретически ничего не потерять полноту жизни в обратил тега придется потерять и вот кажется период ну как калката снаешься бесхозным вроде бы исчезает а новое сознание еще в полной мере не проявилась вот какой странной может быть состояние да но она приятная в том плане что ты понимаешь когда эго то уходит постепенно ты понимаешь боже мой от чего я освобождаюсь вот эти путы эгоистические они когда начинают спадать ты думаешь о как все таки легко без него без этих проблем которые на тебя постоянно это самое подкидывает их же проблемы подкидывает все время с утра до вечера да и ночью в сновидениях ужас какой-то наша новая жизнь супраментальная жизнь предполагает сохранение индивидуальности без эгоистичности сознания физическое тело физическое тело как видимое материальное образование не включается в новое сознание не затрагивает а его своей физической обособленности она просто исполнительный инструмент ну как вот компьютер в этом нажали на клавишу что-то работает да также физическое тело но не есть то что определяет ваш поведение она просто исполнительный инструмент нож нам говорит ходит еще чет делает понимаете да способ общения способ проявления способ коммуникации на физическом плане вот и все но это не есть вы таким образом в основе нашего нового я но если говорить о яда индивидуальность лежит не фальшивое эгоистическое образование которое на время подменяла нашу истинную сущность а сама божественную индивидуальность которая лишена начатой эгоистичности и вот свое время великий ученый физик 20 столетия создатель теории относительности альберта и 6 сказал сказал следующее его цитирую истинная ценность человека определяется тем насколько он освободился от эгоизма и как он этого добился еще я должен отказаться от того кто я есть чтобы стать тем кем я должен быть вот светлые идеи было него эти так что не только физика не только вот переди виской теории мы тоже селить и виской теории уже в сознании немножко тоже пошли существ сознание наш тоже имеет себе . относительность относительно реального времени относительно времени в ментального витального с его ускорениями то есть вот где-то мы на уровне физики с ним немножко дождественные вот он сказал замечательно поэтому по чтобы стать тем кем-то должен быть надо отказаться того кем-то есть сейчас то есть отказаться от этого я к нашим попробовать не откажись и не надо пробовать откройте силе божественные и смотрите эгоистические проявления когда они вас в стонно уносит все будет порядке она постепенно писем сходит на нет естественному за так как от него отказываться как я откажусь от ягод встану с утра я буду весь день отказываться попробуйте я посмотрю как это у вас получится но в течение дня хотя попробуйте всякий раз когда господство обычных законов природы заменяется или должно быть заменено в той или иной точке властью божественного сознания это порождает переходное состояние имеющие все видимости грандиозного беспорядка и очень большой опасности и тогда пока тело не знает пока она находится в своем состоянии неведения она охватывается паникой она думать что серьезно заболела иногда из-за воображения этого даже может привести к болезни если тело имеет зачатки знания остается неподвижным имеет веру тогда все в порядке переходный момент проходит быстро проходит и все оказывается в порядке так вот в переходном периоде она будет о переходном периоде когда власть эго передает вернее власть эго кончается новое сознание переходит в виде не уже божественного сознания вот этот момент прежней власти смены да вот он в общем-то вызывает некое но опасение что львы как бы находитесь в состоянии со старым покончено нового еще нет да то есть некая пустота может быть тревога куда тело тел то оно должно куда-то передаться тело тревожится вот в чем вопрос его освободили от старой власти а но передачу пока там документы подписывают это все но это не быстро делается да ну во всяком случае быстро но не так чтобы вот сразу из одного состояния в другое это не духовное рождение там раз из одного состояния другой не 10 переходный период некий он всегда наблюдается он всегда есть то есть физическое тело но адаптируется должно адаптироваться к особым условиями существования в этой новой энергообменной среде его клеточные структуры тоже под новой властью должна находиться они коренной перестройки подвергаются и в ряде случаях особенно если тело уже возрастной это может сопровождаться болезненными процессами идет перестройка на клеточном уровне новая энергообменная среда новая структура в старой проявилась начнет старое тело плавает в новых вибрациях понятно и клетки реагирует соответственно ну на эту новую среду поэтому может быть тревожное какое состояние в каком плане ну в неком таскать и плане и вы можете это принять вот этот переходный процесс вы можете это принять за развивающийся патологию хот это не так так что если вы идете по пути сознательной эволюции если вас последовательно происходит все так сказать вот процессы эволюционной трансформации тут есть некий переходный момент когда вы можете принять какие-то клеточные реакции своего физического тела за проявление патологии на самом деле это не так это адаптация к новым условиям к новой энергообменной среде вот и все тело должно как-то реагировать она реагирует и правильное понимание все происходящего с вами в это не переходный период это залог дальнейшей эффективная работа в этой силы супраментальной вашем сознании если вы замкнетесь если у вас заклинит его будет дом что это патология сила прекращает работу все они будет работать понятная все вы перекрыли ее заработал возникло тревожное состояние все сила всего на уже не работает этот переходный процесс надо правильно понимать то есть опять таки правильное духовное просвещение правильное понимание последовательности всех этих процессов трансформации это очень важная вещь сегодня это настолько хорошо нас как изучена нами с вами с нашей из божьей помощью что никаких секретов и тайн вот в процессе эволюционной трансформации сегодня нету позвольте ответственно вам заявить нету вот ничего не предвидено учет такого супер мистического не знаю как хотите от называете вот нету еще не все естественно все ну логично что ли с точки зрения последовательности вот этих проявлений процесс все понятно с научной точки зрения сегодня никаких вопросов просто быть не может даже сохраняйте полное спокойствие не пугать тело своими опасениями и тогда переходный процесс пойдет динамично и скоро завершится очень быстро не печальным концом а тем что чем она должен завершиться полной адаптацией физической структуры к новым условием существование так что слово болезнь если вы стоите на пути сознательной эволюции работаете надо просто непременно заменить словом трансформации если вы конечно не работаете на пути сознательной тогда вы больны те же самые субъективные ощущения совершенно разные могут в следствии вызывать когда вы в состоянии эгоистичности когда вы не следуете по пути это действительно болезнь это деструкция те же самые как бы ощущение на такого же порядка в плане когда вы открыто этой силе понимает что идет процесс трансформации адаптации это позитивное явление то что и должно быть вот и все одно и то же вроде бы в ощущениях в субъективно по на самом деле качество совершенно разные поэтому ум как тот включается объявляет себя больным вы объявляете бы больны вы вся делаете больным в общем ну объявление даете единственная опора божественная говорит мать питание отдых прочее все это больше не существует этого больше нет действительно этого нет до этого больше нет как факторы имеющего хоть какое-то значение питание отдых вот если раньше до фактического размежевания с физическим телом вы будучи во власти культа телесного здоровья уделяли ему довольно много времени касаемо питания отдых там прочих гигиенических и иных факторов которые регламентируют обыденное существование вот насилуя тело своими невежественным представлениями о полезности или вредности того сего вам врачи и сказали там какие-то знахари понимаете да вот вы и тело насилуете ему это не нужно совершенно это нужно вам вы себя убеждаете что это правильно мы поняли да ломали естественное течение обменных процессов да то на новом этапе ваших отношений с физическим телом новом этапе ваших отношений с физически идет с ним происходит чудо тело полностью оказываясь предоставлено само себе полностью свободная от вашей болезненной опеки она выбирает само что и когда ему покушать когда как отдохнуть что ему полезно что нежелательно сама она не вы есть такое было такое сейчас уже немножко по-другому да ну у кого-то да у кого-то еще по-старому то есть надо к нему прислушаться вам остается только чутко прислушаться к запросам тела чутко она чё требует то требует и по возможности следовать его пожеланиям тело пожелания не громко выражает она не кричит ясно вот его негромкие пожелания надо исполнять и помните что в обновленном физическом теле именно в обновленном физическом теле в теле физическом который прибывает новый энергообменной среде новой энергообменной среде всегда имеется эффективное противоядие на любой деструктивный процесс всегда абсолютный антидот ко всем ядом и всякой заразе понимаете сигаретам ну сигаретам ничего проще я не просто не знаю не курить и все чё там себя и какая проблема взять и не курить а кто пьет но не пить из понятно верно нет люди создают проблему на пустом месте как это не пить как это бросить при да вот так не пей всего две недели прошло нормально себя чувствуешь только дело делать надо не просто бросить пить когда ты в прежней жизни ты никогда это не брось а когда у тебя есть стимул когда у тебя есть нечто что дает тебе возможность душа таскать видит перспективу черта будешь себя травить заражить зачем из полный идиотизм и так со всех сторон травят нас идеологически там ясно чё травить себя еще эти папиросами если уж курить это курить и хорошие сигареты кубинские из обрезка все гадного табака вот я курил попробовал хорошо и понял что крепче не бывает все и прекратил было когда-то недолго но попробовал чтобы знать что вы проблем с этим никаких нет так что любое противодействие есть в теле и сверхтонкая энергетика супраментальная энергетика на действительно сверхтонкая энергетика она способна поглощать или нейтрализовать как хотите грубой деструктивные энергии любой силы деструктивная энергия не грубая а супраментальная сила или энергия не очень тонкие они способны это поглощать не грубые на тонким преобладают а тонкая способна грубое размолотить вот все размельчить и все ясно делается элементарно естественным образом не вы это делаете полная сдача полная тут же тотальная иными словами ровность и принятие все хорошо все хорошо то есть если смерть должна прийти завтра это не вызовет никакого беспокойства если жизнь будет длиться вечно это также не вызывает никакого беспокойства спонтанное принятие спонтанное без усилий и без рассуждения блестяще на выражает свое состояние то есть психологически нужно очень четко различать очень четко различать кажущиеся якобы полную сдачу в руки божественной силы на самом деле полную сдачу вы же иногда подменяете полную сдачу кажущий что вы сдаетесь вот я все время говорю господи на все твоя воля пока перестанешь говорить и сдашься тоже когда ты говоришь это твое говорит она же фальшивая если говоришь еще слова господи на все твоя воля и говоришь до бесконечности то никакой воли господа в тебе нету понятно когда действительно готов на все а все самое страшное чё для вас а что самое страшное никто вы доняки а я не боюсь но вы знаете ну не надо себе то врать своим ребятам зачем именно она вот это самое зерно смерти то самое страшное для человеческого эго для физического для ментального для витального для души она не страшно и бы душа знает что она всегда была есть и будет и вот до тех пор пока истинная сущность не займет правильную позицию вы все время будете под этим гнетом смерти вы будете прикрывать его всякими там какими-то красивыми вещами да нет я не боюсь я такой вот боитесь да еще как если вы то тело боится делал тоже но не очень хочет она в конечном счете устает бояться и да да не над пора уже помирать ну а страх поэтому вот эта проблема проблем действительно снимается и очень важным является ваше отношение к смерти к приятию и неприятию смерти тела вот это очень важный момент это как раз вот есть тот самый индикатор который говорит о степени вашей духовной зрелости мыть отношение к оставлению тела если вы абсолютно ишка не готова принять смерть хоть сейчас равно как и продолжать жить бесконечно долго и не испытывайте при этом ни малейшего внутреннего беспокойства то со смирением и с доверием господа вас все в порядке все вообще порядке и вам не надо себя обманывать у вас все в порядке понятно как этого достичь разумеется усилием воли этого достичь невозможно лишь трансформирующая работа нисходящей божественной силы в нашем пораженческом подсознание физическом уме лишь работа этой силы способна со временем это эту проблему снять опять-таки работа божественной силе в пораженческом подсознании нашего физического тела все она снимает от проблем сила не мы 5 дело времени понятно так не торопитесь события снимется проблема будьте открытыми той силе которые эту проблему решает блестяще совершен вот я говорил как у меня это проблема решилась в один момент принципе ощущение того что жизнь не может прекратиться было практически ну всегда по ибо истинная сущность когда выходит на первый план она знает что она не уже исчезнуть никуда не может а вот физическое тело то но еще пытается сопротивляться она знает у нее в программе генетической записано что конец существовать там все есть программ генетики да вот и да как бы там не хотели люди что-то там припаять отпаять найти ген бессмертии там или счет все это пятки от лукавого так вот физическая структура в один момент она способна лишиться вот этого но опасения что ли перестать существовать вот я рассказывал как у меня это произошло я сидел за столом занимался какой-то работаешь что-то делал в духовном плане там то ли читал то ли что-то переписывал потом в один момент все тело у меня ощутила нилось неким страхом вот просто страх вот клетки тела они как бы ну испугались все вместе я даже чуть-чуть привстал вот так а потом раз и все так тихо стало так спокойно имеется через полтора я понял что вообще тело просто наметого вот как бы как вкопанным как вкопанная стала в позиции никого пофигизма по отношению к болезням смерти там каким-то вместе с полтора я понял это и само это состояние я назвал для себя что все клеточки родились в духе знаете вот перед духовным рождением есть некое состояние напряженности некий страх что ли вот нового чего-то нового неизведанного дух все физическое тело этим страхом ощутил все клеточки все и раз и успокоились в этот духовное рождение на клеточном уровне то есть тело в поражение ским подсознанием все она уже никакого влияния касса все эта проблема снялась в одно мгновение но мне это лет на один свет на или 12 момента начала работы на пути то есть телесно снялась проблема так-то в душе то но чувствовалось всегда что никуда не тебе не деться от вечности не избавиться невозможно но тело то продолжала фонить а это инструмента инструмент он тоже должен здесь на физическом плане быть совершенным оно не должно быть в паническом состоянии тела ты вроде у тебя нормально тут дисбаланс как дисгармония на телесном уровне понимаете на то есть все структуры которые нам подчинены в новом качестве они должны быть на высоте понятно но я вас не сильно обременил сегодня нет ничего туда давайте на сегодня закончим хорошо ладно но спасибо спасибо вам